Крабов отмерили к торгам Крабов отмерили к торгам на аукцион Могут выставить квоты на вылов 40 тысяч тонн Газета коммерсант номер 66 от 15 апреля 2019 года, строение 10 В раз рыболовстве определились с размером лотов на предстоящих аукционах по распределению части квот на вылов краба Всего на торгах этим летом могут быть разыграны права на добычу 40 тысяч тонн ресурса Продажа такого объема краба сегодня может принести до 50 миллиардов рублей А общий доход от освоения квот за 15 лет оценивается в 750 миллиардах рублей Участники рынка ожидают ожесточенной конкуренции на торгах, но сомневаются в прозрачности их проведения Расрыболовство подготовило предложение по количеству и составу лотов для аукционов по распределению части квот на вылов краба Как следует из презентации агентства, копия есть утвердый знак, всего предлагается разыграть 36 лотов общим объемом около 40 тысяч тонн В первый лот включены крабы, промысел которых ведется в районах Японского моря и Курил объемом 839 тонн Еще 21 лот представляют собой высокоценные виды краба Охотского моря, по 1,05 тысячи тонн 6 лотов, глубоководные виды, по 1,49 тысячи тонн 3 лота, крабы Зонберингового моря, по 1,1 тысячи тонн И 5 лотов, камчатские крабы, по 988 тонн По словам представителя Росрыболовства, лоты были сформированы по географическому принципу с учетом особенностей сырьевой базы и промысла разных видов крабов Там уточнили, что стартовая цена каждого из лотов будет определена исходя из ставки сбора и срока закрепления квоты В среднем она должна быть на уровне 300-500 миллионов рублей за лот Первые торги могут пройти ориентировочно в июле 2019 года, сообщили в Росрыболовстве Выдачу 50% всех квот на вылов краба через аукционы поддержали в правительстве Законопроект, который предусматривает распределение до 50% квот на вылов краба через аукционы, был принят Госдумой в окончательном чтении на прошлой неделе Квоты будут закрепляться на 15 лет Победители аукционов также должны в срок не более 5 лет реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ В Росрыболовстве поясняли, что речь идет о строительстве судов краболова в длиной свыше 50 метров По данным президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, средние цены на предложенные разрыболовством виды крабов разнятся от $1.7-8 до $18.20 за 1 килограмм Таким образом, от продажи 40 тысяч тонн ресурса, предлагаемого на аукционы, можно выручить от $280 миллионов до $800 миллионов $18.51,6 миллиард рубль По курсу ЦБ на 12 апреля В целом, исходя из текущих цен, за 15 лет доход от продажи всего объема предлагаемых на аукцион крабов может достичь около $750 миллиардов рублей Кто зарабатывает на крабе? В Росрыболовстве говорят, что потенциал для повышения стартовых цен в рамках аукционов значительный Там надеются, что продажа всех лотов принесет около $82 миллиардов рублей Таким образом, в среднем стоимость одного лота на торгах может вырасти в 4,5-7,5 раза Но, по словам источника твердый знак в отрасли, 31 лот в 4,5 тысячи тонн для Дальнего Востока слишком большой объем, который может обрушить рынок Конкуренция на торгах будет серьезная, вопрос в том, хватит ли средств у участников, рассуждает он Кроме того, отмечает собеседник твердый знак, беспокоит вопрос прозрачности самих торгов Процедура проведения электронных торгов пока совершенно неясна, вторит господин Зверев Кроме того, указывает он, непонятно, будет ли контракт на строительство судна основанием для допуска к аукциону И обязательным условием для предоставления права на добычу Среди требований к судам краболовам помимо длины фигурирует валовая вместимость не менее 1000 регистровых тонн И емкость трюмов не менее 300 куб М. Говорится в материалах расрыболовства В Объединенной судостроительной корпорации ОСК Говорят, что суда подобного типа сегодня в России строятся на заводе Пела Там затруднились оценить стоимость строительства исходя из трех характеристик По словам источника твердый знак в отрасли Средняя цена может быть на уровне около 30 миллионов долларов за судно 1,9 миллиарда рубль По курсу Центробанка Цифра будет в первую очередь зависеть от оборудования, говорят ВОСК Там добавили, что строительство подобных судов может занимать до двух лет Анатолий Костырев КОНГЛАЗОН